Хочу сегодня вместе с вами открыть очень такую тему, близкую и сложную. Почему сложная? Это знаете, вот пение я слушал, такое прекрасное пение, такой голос у вас необычный. Продолжайте петь. Но так спеть вот второму человеку невозможно. И пение как-то по-другому касается души нашей. Что-то в нем есть особенное. Такое нежное, доброе. И если вы позволите, я скажу тему необычную сегодня, но может кому-то она понравится, может кому-то не понравится. Она основана на книге «Песни, песни», первая глава, первом тексте. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Хочу поговорить о симпатии, о нежности, о прикосновениях. Ласки твои. Ласки в смысле, как вы перевели бы по-другому это слово? Нежность. Слово такое, что мы его в церкви как-то и не произносим. Внимательность. Друзья, мне кажется, что эта книга как-то так к святости немножко имеет далекое отношение. То есть, одно дело вся Библия, а другое дело книга «Песни, песни». Вы согласны? Как-то эта книга о любви, о нежных чувствах, об ухаживаниях, ну, не вписывается в рамки святого человека. Но, вы помните 5-10 книга «Песни, песни» хочу прочитать вместе с вами. «Возлюбленный мой, бел и румян, лучше десяти тысяч других». Это выражение в духе пророчества используется для описания Христа. Что молодые люди, дорогие и вообще все, выбирайте Христа. Он лучше всего. То есть, Эллен Уайт, Божий пророк, она использует эту фразу, чтобы описать, насколько лучше Христос всего остального. Но берет она эту фразу из книги «Песни, песни». И я решил, почему мне нельзя сказать проповедь из этой книги. «Ласки твои» начинается с того, что тут говорится о поцелуях. «Долобзает он меня». Ну, давайте дальше прочитаем, может, легче будет. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». То есть, оказывается, мужчина может хорошо пахнуть, правда? «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Опять, видите, об ухаживании что-то говорится. «И давайте мы побежим», говорится. Вообще, они сравнивают друг друга. Этого мужчину, Суламита, это отношение мужа, жены, жениха, невесты, влюбленных. И она его сравнивает то с конем таким резвым, то с серной, то с оленем. И где-то они бегают, где-то они ухаживают друг за другом. Вообще, книга такая необычная, что я иногда думаю, можно ли ее в церкви читать? Нельзя, да? Нужно. Ну, не для нас, да? Ну, не для первой церкви. И не с возрастом, как вы говорите, да? Ну, у нас же молодежь сидит здесь, много молодежи. Не считайте первую церковь такой, что ей не нужно это. Это нужно. А он ее называет, то кобылицей назвал ее, то голубкой назвал ее, то садом назвал ее, помните? То пальмой назвал ее. Ну, в общем, так они описывают друг другу нежно, с лаской. И у нас как-то вот, я вот иногда думаю, что иногда понятие святости настолько строгое, серьезное, что у нас как-то нежные прикосновения, добрые слова, но как-то вот не вписываются и все. Хоть ты что делай. И я вот для себя открыл вот эту тему и думаю, ну почему же не вписывается? Даже Бог сказал, что он есть любовь. Правда? Бог есть любовь. А как они тело описывают один другого? Она мужчину описала, стройный, белый, ну он подкачанный был, мне кажется. Он описал ее и шею, и губы, и там все кудряшки ее. Ну и все остальное описал. Ну как-то они так вот, любовь, ухаживание. Скажите, зачем это все нам? Скажите, а зачем жить? А зачем жить, если не любить? Зачем жить, если не поцеловать? Вот она говорит, ласки, поцелуй, да лобзает он меня. Обнять. Зачем жить, если не обниматься, не целоваться, не ухаживать, не прикасать? После свадьбы. Я согласен, я согласен, что есть вещи до свадьбы, есть вещи после свадьбы, но ведь любовь есть разная. Родители любят деток, мы любим друг друга, мы любим, есть родственная любовь, есть дружеская, есть между неродственниками. Но это все можно назвать любовью? Конечно, она разная. В общем, друзья, я скажу так, что небо – это атмосфера любви. И я хотел бы одну историю, вы ее хорошо знаете, посмотреть через призму любви, вот эту историю, чему мы можем научиться. Откроем книгу, которую женская рука написала. Там нет ни одного упрека, а ситуация тяжелейшая. В этой книге проблема на проблеме. Как они перенесли, только любовь могла помочь. И вот я извлек несколько уроков, и хочу с вами ими тоже поделиться, а потом посмотрим на Иисуса Христа. Эта книга находится после книги судей. Это книга Руфь. Давайте попробуем ее открыть. Вначале книга Руфь написывает нам историю проблемы. Пошла Наиминь и ее муж Елимилех и два сына, их Махлон и Хилион, все во время голода пошли на Моавицкие поля. И там трагедия за трагедией. Умирает Елимилех. Махлон и Хилион берут жен, и оба умирают. Вот за 10 лет столько проблем. И потом начинается диалог. И вот я начну с диалога. То есть это предыстория, вы поняли. Проблема за проблемой. И уходит Наиминь с полей Моавицких, потому что возвращается домой, слышала, что Бог посетил, хлеб появился. И вот Наиминь сказала 8 текст. Итак, когда свекровь разговаривает с невестками, с одной, с другой, невестки со свекровью. Обычно какие отношения? Не очень. А здесь? А здесь отличные. Она их целует. Вы видите? Она их целует. Свекрови должны целовать своих не сыновей и дочерей, а невесточек. Вы видите? Она преодолевает этот барьер. Потом она их благословляет. Она им говорит хорошее. Слушайте, вы такие были хорошие. Вы так хорошо со мною. Может быть, какие-то ошибки были. Они же не ангелы безгрешные. Она говорит, вы такие были хорошие. Пусть вас Бог благословит. Они заплакали. Обычно, когда расстаются невестки со свекровьями, они, наоборот, радуются. А тут плачут. Нет, мы с тобой пойдем. Наиминь сказала, не нужно, не нужно. Возвратитесь, дочери мои. Пойдите, я уже стара. Ну, и она как бы говорит, что у вас будущего со мною не было. Но как она их назвала? Дочечки. Дочери мои. Вы замечаете, как в семье надо не сына называть и не дочь, а их половина. Как их надо называть? Ты дочечка моя. Да. А ты сынок мой. Если у вас есть дочь, и она выйдет замуж, ты мой сынок. Вы знаете, очень много семей рассталось только потому, что по глупости пилят, говорят, а бы что попало. А здесь, а здесь мы видим такие хорошие отношения. Дальше. Они говорят, плачут опять. 14 текст. Они подняли вопль и стали плакать. И Орфа простилась со свекровью, а Руф осталась с ней. Наиминь сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась на роду своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Смотрите, они опять плачут. И Наиминь говорит, увидишь, что твоя невестка ушла. Иди ты. Она подала тебе пример. Обычно, когда остается свекровь и невестка, и говорят о другой. Обычно, когда есть трое, и один ушел, а двое остались. Что они будут говорить о третьей? Вот сплетничать и осуждать. А они что говорят? Заметьте, у них привычка хорошая говорить. Друзья, злые языки – это такая проблема. Это ужасная проблема. Наша тема – ласки твои. Я хочу поговорить о нежных чувствах. И поэтому я учусь у Наимини. А скажите, а у нее все гладко в душе? Можно было бы понять, если бы она стала упрекать кого-то? Мужа потеряла, двоих сыновей потеряла. Бедность – все потеряла. А она вот, смотрите, какой души человечек. И она говорит, Руфь, ну, пожалуйста, иди. А она говорит, нет, не побуждай меня. Я не оставлю тебя. Я с тобой пойду, и буду жить, и твой народ, и твой Бог. И, в общем, я и погреблена буду там, где и ты. Наиминь, видя, что она твердо решилась, перестала уговаривать, и пошли. И вот приходят они в землю. И вот написано, у Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Илемелехова. И он и весьма богатый. Его зовут Воос. Скажите, а вот вы пришли бы, бедные, голодные, усталые, разбитые, душа изранена. И вот тут рядом богатый родственник. Что бы вы сделали? Я бы пришел к нему и сказал, слушай. Не, я бы не так пришел, я бы мешок взял. Насыпь меня чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть. А они нет. И сказала Руфма Овитянка Наимини, пойду я на поле и буду подбирать колосья. То есть, раньше разрешалось. Да и сейчас, вот если трактор или комбайн прошел, можно пойти что-то собрать. Помните в колхозе или когда вы... Кто-то помнит это время еще? Когда кукурузу там или что-то можно было собрать. И сейчас это, и там такое было. Представьте, Руф в своей земле могла жить без голода. А тут она должна как нищенка побираться. Ну, ладно, пойду я. Хороший принцип, когда работаем мы. Вот я всегда против сидеть. Против того, когда я бездельничаю. Ткнуться в телефон, в компьютер. Может, это тоже работа, но это ужасная работа. Лучше не сидеть. Хоть что-то, но делать. Хоть что-то, но... Тесто месить. Учиться что-то, взять веничек. Что-нибудь. Хоть что-то, но делать. Шить. Хоть что-нибудь. Есть в притче Соломоновых, от всякого дела есть прибыль, от пустословия только. Если бы Соломон жил сегодня, он бы сказал, от всякого труда есть прибыль, только от телефона убыток. Он бы переделал это, потому что мы сильно много там тратим время. Друзья, что-нибудь делайте хорошее. Какой-то навык. И вот она говорит, пойду колоски подбирай. И вот смотрите, сейчас еще будет такая интересная встреча будущего жениха и невесты. Кто хочет выйти замуж и жениться, смотрите, как это происходит. Смотрите внимательно. Не пропустите. Вышел Ваос из Вифлеема, идет к жнецам, а работают много, это же жатва. И говорит, 2 глава, 4 текст, Господь с вами. Они говорят ему, да благословит тебя Господь. Вот интересно. Заметьте, пришел начальник, босс, и он не стал им говорить. Обычно как начальник приходит к слугам или к подчиненным? Что такое? Работайте, работайте. Мало сделали. Ну что? Что такое? Валяются снопы. Голод. Это же после голода. А он говорит, да благословит вас Господь. Вот такой вообще молодец хозяин, да? Да благословит вас Господь с вами. А они говорят, да благословит тебя Господь. Вы видите, как Бог на устах. Вот я вам скажу, очень важно, чтобы Бог был в работе, во всем, на наших устах, чтобы были добрые слова. Вот заходит муж на кухню, а жена борщ варит. А он говорит, пусть Бог тебе. Какой вкусный борщик. Я уже чувствую запах. Какой Бог молодец. И ты. Я вам рассказывал, в Египте, когда мы шли по следам Моисея, мы встретили одну женщину, которая вышла замуж за египтянина. И она говорит, это небольшая честь, как бы выйти замуж за египтянина, элитной такой украинской женщине. А они чуть-чуть темнее египтяне. Она говорит, а вот что говорит украинский муж жене, когда хорошо наелся? Что он говорит? Спасибо в лучшем случае. О, наелся. Или молча. Все, убирай, я пошел. На вечер мне то и то. А говорит, а знаете, что говорит египетский муж? Берет руки жены и целует. Говорит, умничка. Какая ты молодец. Я пытался своей жене руки целовать, но потом понял, что у меня такой привычки нет. Это сложно. Но хотя бы обменять, хотя бы спасибо сказать. Свою тарелку поставить в мойку, а еще, может быть, помыть иногда. Стульчик свой задвинуть. Друзья, но это же важно. И вот смотрите, они благословляют один другого. С Богом говорят. И, в общем, Ваос говорит, а что это за женщина? Они ему говорят, так это же Моавитянка, Руфь. Она говорит, можно, она так говорит, я чуть-чуть, колоски. Ваос подходит, восьмой текст, послушай, дочь моя. Представляете, она как перепугалась. Хозяин подошел к ней сразу. А он говорит, не ходи подбирать. Как бы настороживающие слова. А потом говорит, на другом поле. Не переходи отсюда. Будь здесь. Оставайся. Вы видите, он говорит, как хорошо, что ты ко мне пришла. Она вроде у него чуть-чуть что-то забирает. А он говорит, как хорошо, как хорошо. А как он ее назвал? Подождите, какая дочь? Вот, вот хорошо, чтобы будущий парень, девушке, сказал, ммм, дочь моя. Ну, конечно, это сильно, это сильно, конечно, но, видать, разница в возрасте. Он чуть постарше был. Но, если бы сказала, сестричка моя. Ты как сестра мне. Любимые должны быть друзьями. Ну, будущая муж и жена. Они должны быть друзьями, такими сокотычными, хорошими друзьями. Если не будут друзьями, и хорошими мужами, женой не будут. Надо, чтобы были друзьями. И он говорит, дочь моя. И потом он говорит, слушай, не ходи, не уходи. Я приказал слугам, пить захочешь, там жара в Палестине, вот пей. И смотрите, что она делает. Десятый текст. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли. Вот это невеста, вот это я понимаю. Как она с ним? Она уважает его. Еще скажу. Если жена не уважает мужа, это самый большой грех. Вы меня услышали? Для мужа язык любви это уважение. Уважение. Жена все сделает, если уважает своего мужа. Если не уважает, она его съест. Уважение. Господин мой, помните, Сара говорит, неуважение мужа это грех. Это один из самых больших грехов в семье. Поэтому, дорогие друзья, она упала к нему. А смотрите, а что он ей говорит? Она говорит, как ты так ко мне милость проявил? Ты принимаешь меня. А я кто для тебя? Чужеземка. Вау отвечал и сказал, мне все сказано, что ты сделала. Мне сказано, сколько ты доброты проявила к своей свекрови. Оставила Бога, народ и пришла к нам. Да воздаст Господь. И дальше, смотрите, он ей начинает проповедовать. Да воздаст Господь Бог Израилев, которому ты пришла, чтобы успокоиться под крыльями. Он говорит, ты как птенчик, а Бог как птица-мать. Вот пусть тебе будет хорошо в нашей земле. Видите, как он к ней проповедует. А на самом деле, это он о ней заботится. И дальше он говорит ей, она говорит, да буду я в милости перед очами твоими. Господин мой, видите, она его дальше говорит, господин мой, ты утешил меня. Вот для женщины. Мне кажется, женщина назвать своего мужа господином. А чужого человека, тем более, нам сложно. И говорит, ты утешил меня, ты говорил по сердцу рабы твоему, а я не стою ни одной из служанок твоих, рабынь. И сказал Ваос, время обеда. Это кому он сказал? Говорят, путь к желудку мужчины через, ой-ой-ой, путь к сердцу, да? Друзья, очень многие путают, что девушка тоже хочет кушать. У нее тоже желудок есть. Слышали, ребята? И поэтому девушек надо кормить и угощать. Многие встречаются, не угостят ничем, чтобы вам жилось хорошо. Ну как не угостить? Как не накормить? И многие ребята хотят, чтобы их любили. Ну купи. Ну не умеешь сготовить? Купи, угости, еще дай в подарок. Вот молодец. Вот Ваос, молодец. И он говорит, слушай, время обеда, ты же голодненькая. Ты голодная? Садимся кушать. Он ее не унижал, что ты голодная. Он просто говорит, так, время обеда, пошли кушать. И смотрите, она села, она тоже девушка молодец. Не стала, чтобы ее там просили 10 раз. Да, я голодная. Села кушать, наелась. Не так, что скушала, как мышка. Кушать-то кушать. И еще осталось. И вот с тем, что осталось, потом она пришла, читаю 18 текст. Вынула Руфи с пазухи своей и дала то, что оставила, наевшись сама. То есть, она кушала так, что еще и за пазуху положила. Вы видите? А кто ее упрекал за то, что она за пазуху положила? Никто. Он видит, что она голодная, что-то туда кладет. Думает, да пусть себе кладет. Она не съела, а принесла кому? Свекрови. Вы видите, какие отношения должны быть? Что невесточка для свекрови, а свекровь для невесточки своей. Вот мне нравится она. И мне они вообще все нравятся, ребята эти. Воос потом говорит своим слугам, отбрасывайте. Не все, мне не надо столько. Вот ей отбрасывайте. От снопов отбрасывайте, пусть она нас собирает. И она вымолотила Еф и Ячменя. Это Еф от 12 до 40. А ну посмотрите, как у вас, у вас там в Библии должен быть словарик где-то. И я сейчас вам прочитаю, сколько это она вымолотила за один день своих вот этих похождений за колосками. Если у вас в конце Библии есть, то мы сейчас быстренько увидим слово Ефа, мера объема приблизительно 39 литров. 39 это два 20-литровых ведра. Или четыре ведра по 10 литров. Ну пусть три 12-литровых, это хорошее. И она взяла, она сильная девушка, женщина такая, и понесла. Принесла, и Наиминь говорит, а где ты взяла? Где ты собирала? Она говорит, у Ваоза. И она благословляет Ваоза. Пусть Бог его благословит. Они, вот заметьте, они дома разговаривают. Где ты была? Что в дело? Слава Богу, они опытами делятся. Молодцы, молодцы. Ну и в общем до конца она ходила, ходила, собирала, собирала, а жатва закончилась. И вот третья глава, как сделать предложение мужу. Некоторые люди говорят, девушка не должна проявлять инициативу. В основном да, но она может намекнуть аккуратно. Она может так вот создать ситуацию, что он поймет, потому что мужчины не все понимают. Как-то мужчину Бог, ну чуть-чуть умом, он многое понимает, но вот тонкости души не каждый мужчина чувствует. Бывает, он не понимает, что она уже сохнет, уже вянет, уже вы дружите, дружите. Они как предложение не сделают, ну выйди за меня замуж. И может девушка перегореть и остыть в чувствах, или год дружит, дружит, дружит. Уже дружба состарилась, а вы никак не поженитесь. И вот девушка, она может как-то подсказать. И вот смотрите, что говорит, а тут наимень, она, мама смотрит со стороны. Иногда парню или девушке надо поговорить с мамой, невестой. Как ваша дочь? Вот если я ей предложу, вот бывает парень нерешительный, пусть поговорит с мамой своей невесты и спросит ее, если он боится, что она откажет. Я хочу вашей дочери сделать предложение. Мама будет, у нее крылья вырастут. Можно или нет, как вы чувствуете, не рано, и мудрая мама подскажет. Или папа. Они подскажут. И вот наимень говорит, дочь. Опять, все время дочка ее называет. Вот молодец. Слушай, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо. Им вроде бы неплохо. Скажите, какой свекрови не понравится, что с ней рядом, как это сказать, невестка. Многие вот так съедают своих мужей, как это назвать их, зятьев и невесток. Многие съедают и говорят, нет, мамы не отпускают, папы не отпускают своих деток и разрушают чужие семьи. А наимень молодец, она говорит, уходи, уходи. Ей будет тяжелее. И она говорит, нет, уходи. Вот это мудрая женщина. Потому что будет невестке хорошо, потом и ей будет хорошо. А вот когда мы свое, не отпускаем, держим. Да не надо. Отпусти. И она говорит, слушай, дочь моя, вот Ваос, с которого ты работала, он наш родственник. По-еврейски родственник Гоэл, это искупитель. Он должен нам помочь. У нас очень тяжело. Как мы перезимуем, что будет с нами, мы не знаем. Умойся. Он будет веять. А ты что сделаешь? Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды и пойди на гумно. Заметьте, один из принципов такой семейной любви, интимной любви, это абсолютная чистота. Я вам скажу, это закон семьи, тела, но она говорит, умойся, а потом помажься. То есть, даже чистое тело, она говорит, по душе, надушись. Скажите, это неплохо или плохо? Когда тело пахнет. Это неплохо. Мне некоторые спрашивают, да нет, святые деньги нельзя тратить Божьи, ну наши, которые Бог нам дал. Я говорю, а почему цветы пахнут? Могли просто цвести, а то еще и пахнут. Бог не против аромата. Вот как слова, как манеры источают аромат. И тело тоже. И вот она говорит ей, меняй одежду, переодевайся, и потом пойди, не показывайся на глаза. Заметьте, вот тоже надо так дружить, аккуратненько, не публично, иногда сейчас так все открыто, все публично. Она говорит, не трогай, аккуратненько. А когда он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его, и ляжешь, и он скажет тебе, что делать. И многие люди этот текст не знают, как толковать. Он ляжет, и ты там что-то откроешь, и ляжешь. Друзья, он, естественно, ляжет не на землю, а покрывают. Это же князь. А потом он ляжет, он мог в одежде лечь, а сверху его накрыть. Он мог обувь снять. А откроешь, это покрывало. Покрывало откроешь, и там ляжешь у ножек его. Я вам скажу, женщина, которая, как вам сказать, у женщины есть роль, она любит заботу. И я вот так вам скажу, а вы сами подумайте. Некоторые женщины стали мужчинами по ролям в жизни. И я вам скажу, они не попадут на небо. Мне кажется, Бог пусть судит, а некоторые мужчины стали женщинами. Такой мужчина, с него вей нитки, говорят, или как сказать, что хочешь, с него сделаешь. Но женщина, вот сегодня, мы равны, мы то, мы то. Все женщина должна. все, кроме неба. Потому что женщину Бог спасает через смирение. Сара говорит, господин, Бог запрятал ее, Еве сказал, за мужем, в лечении, он хозяин, и так далее. Вот твоя роль. Не смиришься с мужем, со мной тем более. Вот на основании чего я говорю, не спасется. Женщина, мужеподобная, лидер такая, всем любит командовать, не спасется. Она должна быть более мягкая, более такая нежная, чуткая. А вдруг она умнее? Вот если она умнее мужа, она научится ум свой применять, чтобы он был все-таки впереди. Что делать мужчине, который не мужчина? Ну, мужчина вроде в теле, а вот боится ответственность взять. Ему надо приучать. Мама должна приучить мужчину ответственности. Жена должна приучать мужа. Не бойся, муженек, я верю в тебя, у тебя получится, вдохновляйте, не упрекайте, никогда не упрекать. Мужчину можно вдохновить. Можно сказать, ты должен это сделать. Он сделает как это. А если скажет, ой, как хорошо у тебя получилось, ты молодец, а может быть, у тебя получится это. Ну, вдохновлять. В общем, вы найдете, как это делать. И я вот здесь хочу сказать, Наимень говорит ей такие вещи, что ты ляжь, как бы у ног, и многие говорят, вот видите положение женщины, она в ногах. Друзья, как вам это объяснить? Она в ногах, но не в ногах. Вы понимаете, она пришла к нему, она ему хочет что-то сказать. И вот смотрите, что дальше происходит. Она говорит, сделаю. Еще интересно, невестка и свекровы общаются, и одна другую слушается. И она пришла, она гумно, как приказывала свекров, Вауз наелся, напился, развеселил сердце, пошел лег спать под лекиски рда. Она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Вауз сказал, кто ты? Вот заметьте, ни обнимать не начал ее, ни целовать. Понятно, что женщина какая-то, женское тело, а вы видите, как они осторожны. Вот сегодня очень важно тело хранить, не спешить, как это сказать, открыть, показать, как Дмитрий сказал, не целоваться, не раздеваться до свадьбы. Правильно, всему свое время. Но, но, она приходит и говорит, и говорит, и вот смотри, он вздрогнул, у них чистые отношения, они с Богом, и он говорит, а что, кто ты? Она говорит, я Руфи, и объясняет сразу, почему она здесь. Я раба твоя, простри крыло на рабу твою, ибо ты родственник. Она говорит, ты же видишь, у вас же есть закон, это не ее закон, Моавитян, это закон израильтян. У обеднеет твой родственник, помоги. А если он твой родственник и потерял, как это сказать, нету сына у родственника, теряется имение, теряется удел, восстанови. Она говорит, возьми меня в жены. Она мягко говорит, но она не говорит в жены, она говорит в рабы. И помните, он сказал, пусть Бог прострет крыло, а она говорит, ты простри крыло, ты, я не против. Она говорит, я не против быть твоей женой. Он, в общем, ночью с просонью говорит, благословенно, ты от Господа. Представляете, они с Богом, вот как хорошо ночью проснулись, помолиться друг за друга. Дочь моя, это последнее твое доброе дело, ты сделала лучше прежнего. Ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Ну, и он там дальше говорит, то есть, ты пошла по этим законам, вот какая ты молодец. Дочечка. Конечно, он потом должен будет как-то ее женой назвать. И он говорит, хорошо, спим до утра, но есть еще по закону родственник, давай утром разберемся. Спали до утра, и вот смотрите, встали прежде, нежели могли распознать друг друга. Тоже вот эта скромность. И сказал Ваос, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи. Она держала, а он отмерил ей 6 мер ячменя. А посмотрите, сколько мера. Я вам говорил, тут где-то 70 литров получается, 6 мер. От 70 до, там за 200 идет литров. Но я примерно понимаю, сколько девушка могла вынести. Это еще, тогда 40 было, а тут 70, минимум. И написано, как она будет нести? А ну давайте прочитаем. Отмерил ей 6 мер ячменя, и, что написано? Положил на нее, и пошел в город. Видать, она не могла поднять. Он говорит, ну, держись. И она, о, крепкая девушка. Ну, Руф вообще молодец. Притащила домой. И свекров говорит, а где ты взяла? Он говорит, а это он тебе сказал. Он сказал, не ходи к свекрови с пустыми руками. Видите, как нужно подарки давать? Подарочки любят. Это хорошо, что у нас в церкви есть подарок на день рождения. Надо еще больше придумать что-то хорошего. Вот теперь в новой службе поем поручение. Новый год, новые подарки. Ну, ладно. И вот смотрите, что еще интересное происходит. Теперь роль мужа. Многие говорят, вот видите, вы женщину описали, а какая роль мужа? Что делает четвертая глава книги Руфи Ваос? Собирает судей, старейшин, зовет этого родственника, начинает разбор дела. Он за стенами дома решает вопросы глобальные. Тот родственник должен был законно либо согласиться, либо отказаться. Он вначале соглашается помочь Наимине, потом узнал, что у нее два сына. Это надо жениться, это надо родить сына и отдать этому сыну все. Он говорит, нет, не могу расстроить своего дела. Тогда Ваос говорит, если ты нет, я. Он снимает сапог, законодательно они все оформляют. Друзья, мужчина, он должен, у женщины более чуткое сердце. Надо беречь нервы и эмоции. И поэтому женщины должны быть где-то там, вот мужчины должны больше решать и этот огонь брать на себя. А сестры должны чаще готовить вкусно, гладить одежду, деткам петь песни, с цветочками, на огороде. Вот у них должно быть такое, более жизнь должна быть уютная, мягкая. Вы понимаете? Мужчина должен быть мужчиной. И он решает эти вопросы. Он решил, потом женился, восстанавливает, говорит, вы мне свидетели, что я восстановлю имя умершего между братьями. И все, говорят, старейшины, и все, весь народ, его очень уважал весь народ, и говорят, мы свидетели, да саделает Господь, жену, они благословляют Бога, благословляют через Бога их брак. И взял воос, руфь, и она сделалась ему женою. И он вошел к ней, и Господь дал ей беременность, она родила сына, и говорили женщине на имени, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. Да будет славно имя его в Израиле, он будет тебе отрадою. И взяла на имя дитя сие, и носила ее в объятиях, и была ему нянькою. В конечном итоге, какая роль дедушки и бабушки? О, вы видите? Если бы каждая бабушка и дедушка приходили, гостиницы, где внуки, и забрала. Что будет тогда муж делать с женой? Ну, если дома дети, а их бабушка забрала детей, что будет делать муж с женой? Отдыхать? А как они любят отдыхать? Какая наша тема сегодня? Они разберутся. Вот это вы молодец. Да лапзает он меня, лапзание мус своих, ибо ласки твои лучше, нежели вино. Друзья, молодежи нужно давать время отдохнуть, посвиданечать, пообниматься, побыть отдельно. О, друзья, как мне нравится, что есть в Библии такая книга о нежности. И как мы придумали себе Бога другого, и святость придумали строгую. Это неправильно, это в корне неправильно. Когда мы боимся в церкви сказать нежное слово, сестричка, дочечка. Я вспомнил один, я видел клип, когда мусульманин ей везет девушку, ну, в общем, едет на машине богато, и девушка останавливает. И он ее взял, а у нее короткая юпочка. И она так села, знаете, а юпочка короткая. И когда они доехали, он говорит, можешь рассчитываться как бы не деньгами, а натурой. Она такая, я не блудница. А он говорит, как выглядит полицейский, какая у него одежда, ну, а как выглядит медик, а как выглядит другой, а как ты выглядишь. И потом он ей говорит, этот мусульманин был уже такой в годах, а девушка молодая. И он ей говорит, сестра моя, назвал ее сестрой, не одевайся так. мне очень понравилось. Она вышла потом с машины, он ничего не хотел, он хотел ей подсказать. Она вышла, и эту юбочку тянет, тянет, а уже тянуть-то некуда. Он подсказал ей, сказал, сестра моя, мне это понравилось. Друзья, если бы мы так могли обнять в охапку, поцеловать, на ушко шепнуть, сказать, я тебя так люблю, приходи ко мне на обед, там поговорим. И что-то сказать, сестричка, братик мой. Книга «Песни песней». Я вам в самом начале сказал, даже образ Христа приведен, что возлюбленный мой. Иисус стал нашим родственником, родным. А вы помните, как Иисус, Евангелие от Иоанна, восьмая глава, женщину вот эту, которую взяли в прелюбодеянии? Вы помните, как он с ней обошелся? Написано, что эту женщину взяли, хотели побить камнями, а Иисус пишет на земле их грехи. Ее не пишет. Она взята в прелюбодеянии, ее грехов не пишет. А их пишет. Друзья, это очень-очень-очень такой поучительный урок. Потому что есть люди внешне святые. Внешне. А внутри? А внешне? А внутри туши свет. Нет, но это вы сказали. А это женщина внешне грешная. А в душе она святая. А кто знает, что она святая? Иисус. А почему святая? Потому что шла и плакала, шла и раскаивалась. В желании веков написано, что она раскаялась, и Бог ее простил. А они не раскаялись, но у них грехи такие, знаете, культурные грехи, можно назвать в кавычках. А кто сегодня возьмет на замечание за сплетни, за гордость, за жадность? Да, нормально. За эгоизм. А вот что-то сделаешь такое вот. Вы понимаете, есть грехи святых, в кавычках, святых. И их никто не трогает. За то, что съедаем, за то, что еще что-то можем делать. Вот это страшно. Это страшнее всего. За зависть. И вот Иисус видит их, пишет. Они начали обличаемой совестью. Ну так если вы обличаемой совестью, скажи, Господь, прости. Нет, они уходят. Уходят один за другим. И остался Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, не видя никого, кроме женщины, говорит, женщина, где твои обвинители? Вы заметите, он не сказал блудница. Он говорит, женщина, а где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она говорит, никто, Господи. Видите, как она его уважает. Я не осуждаю тебя. Иди в предни греши. Я не осуждаю. Мы часто думаем, что придем к Богу, Он нас будет ругать, ругать, ругать. А Бог говорит, обнимать, обнимать, обнимать. Обнимать. Сын не хотел идти, блудный сын, к отцу, потому что думал, будет палкой бить. А отец пришел, одежду накинул, перстень дал, обувь дал. Кто такого отца себе представлял? Никто. Так люди и церковь не представляют. Думают, погрешу, приду в церковь, палками побьют. Да нет, обнимем тебя. Если нагрешишь, приходи, обнимем. Меня иногда спрашивают, можно ли простить прелюбодеяние? Можно. Можно. Я скажу, можно не прощать. Прелюбодеяние разрушает брак. Но прощать, когда спрашивают, я говорю, можно. И расцеловать можно, изменившую сторону. И опять принять. Можно. Бог нас принимает даже после прелюбодеяния. Теперь. Некоторые мужья ведут себя так дома, как будто они боги. Мужья. Это другая проблема. Я хозяин, я чистый, святой, ты должна в ногах быть, вот как читали мы за Руфь. Подожди, но ты же не Ваос. Ты же так не любишь ее. Она легла у ног, но не ты же ее кинул к ногам. Многие вот так и делают, заставляют. Жена никакого права не имеет ничего сказать. Вы должны быть друзьями, как Голубка. Как помните в книге «Песни, песни»? Она говорит, она его сравнивает с серной, а он ее с кобылицей. Он Голубка говорит, а она говорит, он лучше возлюбленный десяти тысяч. Он царь мой. Она его прославляет, как господина. Друзья, вот этот язык уважения, он должен быть у нас, солнышко, Голубка. И многие мужчины считают, что в верующей семье они прям... Нет, 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 нет. В верующей семье муж господин будет тише воды, ниже травы. Он знает, как руководить любовью. Он должен быть мудрым, любящим. Один человек меня спросил, что является заветом любви? Вот я насчет прелюбодеяния задал вам вопрос, можно ли измену простить, а какого вида измены существует? Вот один человек говорит, ну если он или она переспит с кем-то, да, а если все нарушит в завете любви, кроме переспал, вот муж не любит свою жену, но не пойдет к другой женщине, не пойдет, но сделает ее жизнь адом. Что делать этой женщине бедненькой? Или женщина такая не пойдет к другому мужчине, гулять не начнет. Но его жизнь сделает адом, себя не отдаст, ну там и так далее. И вот муж уходит такой от женщины, и все его исключаем, он виноват. А она, или он такой праведный, который ее съел, или она его съела, они праведны. Друзья, завет любви это что-то особенное. Это между двумя ими. Это завет отношений. И нам надо очень бояться вот этих ран, травм, измен, которые происходят у нас иногда, или могут произойти в семье, до измены, ну, как бы телесной. Когда мы перестаем принадлежать один другому, отдавать себя один другому, в полном смысле слова, я не свой. Хочешь меня обнять? Я подойду. Хочешь меня раздеть? Пожалуйста. Я твоя. Я твой. В интимном плане, в личном, в вопросе моих денег. Дорогие друзья, нежность и любовь это такая святыня. Читайте, почему песня песней вот помещена в Библию? И атмосфера неба это будет атмосфера любви. Атмосфера святости, атмосфера Духа Святого. Многие молятся о Духе Святом. Это значит, что мы молимся о атмосфере любви. Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. В конечном итоге, я вам скажу, многие говорят, ну, а если взаимность нету? Взаимности нету. Друзья, любовь делает шаг первый. Проявляйте, оно к вам вернется. Дарите себя, и оно возвратится с Тарицей. Бог первый к нам сделал шаг. К нам мы изменили. А Бог говорит, а я прощаю. Мы убежали и обманули, и ударили Бога. А Он говорит, а я Сына Своего отдаю. Поэтому Божья любовь, это даже превыше всего, что я мог сказать. Я даже не могу понять, как Бог так любит, что Он говорит, ты меня бьешь, а я обнимаю, целую, жизнь свою за тебя отдаю. Благословляй. Я хочу увидеть этого Бога в вечности, если Он мне позволит. Но сегодня я хочу научиться так любить, как Он. Я просто хочу учиться каждый день. Ведь смысл моей жизни – это любить. Все остальное не имеет значения. Друзья, ни еда, ни машины, ни деньги, ни квартира, ни сон, ни путешествие, ничего не имеет смысл. А вот любовь, любовь имеет смысл. А когда это все вместе и взаимно. Но, друзья, у Бога не всегда взаимно, но Он продолжает любить. У Бога не всегда все вместе, Он все-таки отдавал Сына. И когда Он кричал, Боже мой, почему ты меня оставил? Небо кричало, ибо так возлюбил Бог мир, потому что я люблю, сынок, потому что мы любим и отдаем. Поэтому, когда наши жены идут на кухню, давайте помолимся за них. Когда нас накормили, давайте подслоем их руки. Когда муж придет, давайте, может быть, не упадем им в ноги. Но перед тем, как они взошли, мы помыли, мы упали в ноги и протерли полик. И у нас чистенько. И когда мы открыли уста, мы сказали, голубка моя, а она скажет, любимый мой, давайте чаще друг другу говорим, говорить, сестричка моя, братик мой, просто что-то доброе, даже имя произнести, Ирочка, Олечка, Ильичка или Настенька, мягче произносить имя один другого. Вы не против? Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь.